И все привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной игровой видеоролик и сегодня он будет связан с очень интересным, замечательным вооружением. Сегодня мы поиграем на Воспожиге, на той самой быстрой, лютой Воспожиге, которая сейчас просто разрывает матчмейкинг, я бы сказал так. Пушка Жига разваливает просто все, что двигается. С компактными баллонами, конечно же, мы ее будем использовать из-за того, что сейчас нет резиста у любого почти что игрока от поджога. Соответственно, компактные баллоны наносят нереально большое количество дэмэджа. Ну и для того, чтобы все делать быстро, эффективно и красиво, то есть чтобы не использовать хоречек, мы берем Восп, пикаемся в захват флага. Я думаю, что еще и контроль точек сегодня поиграем. И пытаемся разорвать просто максимально жесткую катку. Может даже две катки в одном режиме, если полноценно не получится в одной реализовать. Если мне какой-нибудь сейчас редик падает, будет просто нереально круто, но все-таки падает Чернобыль, релистов отжиги довольно-таки много. Но это далеко-далеко не является проблемой для нас. Мы сейчас будем просто врываться. Ну и пытаться, конечно же, занимать первое место и выигрывать данную замечательную, интересную каточку. Одного молодого человека сразу быстро поджигаем, пусть он там горит. Ну а я полетел, полетел, полетел. Увозить, увозить и еще раз увозить. Не фигуете, сколько хорегаусов играет здесь в катках? Одного поджег, второго тоже подожгу. Горите, горите, молодые люди. А, они просто аптечки прожали. Ну ладно, хорошо, ничего страшного. Мне как бы не жалко, может и аптечки прожать. Я, правда, вот так вот сейчас увозьму. Быстренько резистик поменяет вас, молодые люди. Возьму от Гаусса, сниму от Лельса и полечу. Ну и что, просто разваливать комбиты. Сейчас быстренько все это дело у нас, я думаю, что будет здесь получаться. Главное, главное ехать и увозить. Так, ДДшка есть. Ху, расходка, конечно. Для данного интересного вооружения все-таки подходит лучше какая-нибудь небольшая карта. Но имеем то, что имеем. Не будем сейчас оправдываться, говорить, что катка там, карта печальная не подходит, там и все дела. Будем просто пытаться делать максимум на этой лютой турбо-турбо-васпажике. Так, первый флажочек, я так понимаю, что уже доставляется. Отлично, полторы минутки всего лишь прошло. Еще можно было бы бомбочку сейчас куда-нибудь влепить, но, к сожалению, ее поставить не смог. Поэтому отправляемся за следующим флагом. Там, может быть, уже где-нибудь эту бомбочку и воткнем. Противников шесть. Сегодня опять матчмейкинг как-то что-то подтупливает, подтупливает. Надеюсь, что потом докинет игроков. Но мы, по сути, наверное, на это не должны обращать особо внимания. Нам главное ехать и увозить лошки. Тащить как можно, как можно больше одного еще игрока уничтожаем. К сожалению, с бомбочки я никого не слил. Но это не является, наверное, проблемой в данной ситуации. Мне данная бомба просто послужила тем, что я ее поставил и улетел от противника, который бы мог по мне наносить урона. Так я просто поставил. Им следовало сразу отъезжать, если они не хотели помирать. И, соответственно, я сумел быстро улететь еще одним флажком. Сейчас еще одну бомбочку у меня накопится. 2-0 уже имеется. К сожалению, особо большое количество противников я на своем пути здесь не встречаю. Поэтому просто беру флажочек и газую, газую, газую. Получится, если сделать сейчас досрочку, что-то там противник вообще ливает. Если получится сделать досрочку, запикаемся в еще одну катку в захвате флага. И я там уже надеюсь, что будет какая-нибудь не такая большая карта. Там будет уже поинтереснее. 3-0 уже имеется. Что игроки выходят, заходят. Что происходит вообще с этим матчмейкингом, я не знаю. Но я, наверное, на это особо сильно внимания сейчас обращать не буду. А просто полечу, полечу, полечу. Пытаться забирать еще флаги. И еще зарабатывать дополнительный опыт. Первое место у меня уже имеется. Этого, конечно, по идее достаточно, чтобы получить 6 звезд. Потому что и счет хороший. И опыта довольно неплохо я здесь набил. Но для того, чтобы сделать в этой катке досрочку, мне надо еще привезти пару флажков. Так, одного противника мы там уничтожили. Надеюсь, в минус я сейчас не упаду. Отлично. Улетаю. И четвертый флажочек сейчас прямо сейчас мы здесь должны доставлять. Исполния минуты прошло. Отлично. Нитра дроповая падает. Сейчас пытаемся ее здесь забрать. Противник пытается мне накидывать урон. Подожгем хотя бы, наверное, этого. Этого подожгем. Хотите гореть? Горите, молодые люди. Я не особо хотел по вам урон наносить, но все же. Один точно там сгорит. Один сгорел. Второй также горит довольно жестко. Я думаю, что совсем скоро он тоже догорит. Вот вам и Жига. Которая, по сути, сейчас творит просто нереальнейшие жесткие чудеса, наверное. Можно так сказать. Противник прыгает. Прыгает. Молодец. Молодец. Молодец, друг. Крем ко мне в руки. Прыгнул. Я теперь могу и вернуть флажочек. И, наверное, таки мои тиммейты сейчас поставят уже последний. Какая-то не суперинтересная катка, если честно, получилась. Из-за того, что противники тут куда-то повыходили. Поэтому пикаемся в еще один захват флага. Надеемся на небольшую катку. Надеемся на небольшую карту. О! Неплохо Александр вспикает. Ну и теперь пытаемся уже быстро-быстро врываться. Разваливать. Увозить. И сжигать все, что движется перед нами. Все, что пытается будет увозить флаги. Все, что будет пытаться дефать. Ну, а сейчас я так смотрю, особо никто и не дефает. Хорошо. Не надо дефать, правильно. А вот этого молодого человечка можно еще поджечь. И улететь, улететь. Главное улететь. Главное улететь. Главное улететь здесь. Отлично. Улетаем. Понял. Принял. Обработал. Спасибо за помощь тиммейту, можно здесь сказать. И похоже из-за этого... Нет, хантер меня не догонит. А, у нас флаг ушел. Я понял. Тогда все плохо. Если у нас флаг ушел, то все плохо. Ай, шафт меня слил. Мой зараза. Обидно. Насадно. Ну ладно. Ничего страшного. Газуем дальше. Первый флажочек, к сожалению, мы в свою пользу не реализовываем. И начинаем данную катку. Немножечко, немножечко неприятненько. Ну, я думаю, что это особо не проблематично в данный период времени. И мы просто попытаемся сейчас сделать еще один увоз. Сейчас-то мне уже никто мешать не будет. Главное, чтобы сейчас еще и противник не увез. Противник, я так понимаю, сейчас будет увозить. Бомбу ставим. Взорвется. Отлично. Великолепно. Замечательно. Еще, еще одного. Еще одного. Пожалуйста. Блин, три танка с бомбы унес. Так, 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 так. Гаус, гаус. Отлично, хорош. Алексинян, молочек лучше помогает. И сейчас поставим здесь уже флажочек. Если смотришь, дядя, видеоролик, передаю тебе привет. Ты тут в катке, я так смотрю, пишешь. Но я не буду откликаться. Если будешь смотреть, то, конечно же, приветуль у тебя пламенную передаю. Так, летим дальше, летим дальше, летим дальше. Летим дальше, пытаемся делать еще один хотя бы увоз. Не самый лучший момент, наверное, был сейчас для меня. К сожалению. Не смог я там нормально выкрутить. Но с матчмейкингом реально какие-то траблы и проблемочки, если честно. Опять 6 на 6 катка. Почему не запикивить всех? Или это новый режим матчмейкинга, теперь 6 на 6, что ли будем играть? Странно, странно, очень странно. Но флажочек второй противник ставит. Наша база постоянно горит. Но на таком вооружении я точно в дефе стоять не буду. Отправляюсь опять в атаку. Надеюсь на то, что сейчас наши тиммейты просто будут стоять в дефе. А я буду таскать, таскать и еще раз таскать. Ламборгини там. Подожгем сейчас немножечко. Еще этого молодого человека можно сжечь. Ну и теперь просто взять и улететь. Отличная траектория. Для увоза. Хантер там тоже ничего не сделал. Но я должен по идее уходить. Наши тиммейты правда разберутся или не разберутся. Разберутся. Вернут рожь. Отлично. Возврат. Но к сожалению, еще один противник имеете, который к сожалению вложочек данный похода увезет. И мне увезет. И у меня увезет. Не знаю, что говорят. Вон оставлю бомбу. И то поход в том, что там сейчас меня нагибать будут. Поджижек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, что мы. Что много очень противников. В один тайминг налетает. Наши тиммейты тоже вернули флажочек. Но к сожалению, доставить его в той ситуации я уже, ну никак просто не мог. Каптечку прожимает противник. Это очень хорошо. Я думаю, что его добьют. Но вот теперь надо просто... Знаете, что делать, друзья? Просто брать и выигрывать. Просто брать и выигрывать. Поджог работает. Великолепно работает поджог. Мне очень сильно нравится. Осталось только выиграть катку. Сейчас я себе верну, например, флаг. Наши тиммейты. А, у нас вернули, да? Или нет? А, наши вернули. Хорош, красавцы. Поставят? Надеюсь, что поставят. Потому что я уже на конвейере. По Саратовой темочке. С конвейера уходить нельзя. А, там еще гаусс. Разбитие моей расходки. Не очень приятно, если честно. Ну ладно, 2-2. Ничего страшного. Едем дальше. Едем дальше, едем дальше, едем дальше. Попытаемся сейчас поджечь вот этого молодого человека. Ну а теперь просто от него убежать. Пусть он горит. Мне-то особо... Нету такой цели. Его сливать. Не надо его просто было поджечь. И вот этого молодого человека просто слить. Отлично. Слить слил. Увести не увез. 4 противника в дефе. Это, конечно, не может здесь меня никак радовать. Еще и противник ставит флаг. После того, как я неуспешно зашел в атаку. Базу отбили. Если бы я, конечно, стоял в дефе, мне кажется, пользы я бы приносил немножечко больше. За счет того, что противник бы уходил всегда с поджогом. Но тогда бы мне было бы так интересно. Я бы не врывался. Я бы не помогал тиммейтам. Кстати, мой тиммейт может сейчас повезти. Блин. Если бы я бы сейчас заблокировал бы этого хантера. Я знал, что у него есть овер. Но заблокировать, к сожалению, полноценно я его не смог. Ну вот, слить его определенно в этой ситуации было бы неплохо. Так, пусть горит, пусть горит. Гори, 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 дружаня. Я думаю, что ты сгоришь. Ты должен сгореть. Ты должен принести мне опыт. Отлично, сгорел. Молодец. К сожалению, у нас флаг уходит. Ну и надо сейчас пытаться увозить хотя бы на ничью данную катку вытягивать. Потому что проигрывать ее будет очень-очень даже неприятно. Я понимаю, что там против пати какой-то пикалась. Но из-за этого говорить, что катку нельзя выиграть. Я думаю, что, если честно, это глупо. Поэтому пытаемся дергать. Пытаемся увозить по респу даже. Вот так. Теперь смещаем траекторию на другой фланг. Отлично. И уходим. 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 Рикошет. Нет. Ай, рикошет с овером. Блин, чуть не повезло. Если бы не рик с овером, я думаю, что я бы здесь увез. Ладно. Попытаемся немножко от деф отыграть. Что-то скажу, скажу, скажу. Убрываются там противники. Один врывается, второй врывается. Одного поджог, второго поджог. Вы знаете, как я люблю васпожигу. Вы знаете, как я люблю компактные баллоны на васпожиге. И когда такое обновление происходит в игре, друзья, вы не представляете, насколько кайфово играть на таком вооружении. Насколько приятно залетать, поджигать всех, разваливать эти кабины. Одно удовольствие. К сожалению, конечно, катку мы эту проигрываем. Шесть звезд, конечно, я тут получу. Но, наверное, это не то, что я хотел здесь получить. Я все-таки хотел эту катку выиграть, поэтому третью каточку пикаем контроль точек. Надеюсь, что контроль точек сейчас будет удачный. То, что у нас получится его выиграть. Может даже выиграть досрочно. И то, что карта будет небольшая. Карта Александровская. Еще и которая начата. Еще и которую мы проигрываем. Ну ладно. Ну ладно. Отмазываться явно мы не будем. Все-таки это видеоролик. Передаходить мы тоже не будем. Будем пытаться выигрывать. Посмотрим, что из этого получится. Не получится выиграть. Будет, конечно, плохо. Но, как вы знаете, никакие тут 20 тысяч перепиков я делать не собираюсь. Буду играть на том, что уже дают. Резисты есть там у противника от Жиги, но Резист их не спасет. К сожалению. К сожалению. От такой Жиги спасет только одна Изида. Но саму Изиду уже тогда точно ничего не спасет. А, нет. Аптичка, сука. Аптичка спасает. Ну ладно. Все равно должен сливаться. Все равно должен сливаться. И ты, и ты. Блин, наглая Изида берет еще и овер прожимает, чтобы я ее быстро так не слил. Но это поджог, друг ты мой хороший. Как бы ты не хотел сливаться. Тебе придется это сделать. А мне придется вас уничтожать. Блин. Ехал Жиговод. Ой, не Жиговод. Какой Жиговод? Вулкановод. Видите, как меня байтит. Хочет, чтобы я на него выкатывался вместо того, чтобы захватывал точку. Боится, что я его подожгу. Правильно делает. Правильно делает. Именно так и надо играть против Жиги. Сейчас эта Жига творит нереальнейшее нереальнейшие плохие вещи. Поэтому, если ты не играешь аккуратно, то все у тебя практически всегда заканчивается очень плохо. Овердрайвы, конечно, у противника здесь были быстрее, из-за того, что я, во-первых, перепикивался, во-вторых, во-вторых, мне пришлось еще и пикаться в катку, которая была начата. Но это, повторюсь, далеко не отмазка. Надо брать и просто выигрывать этот бой. Забирать еще одну точку и пытаться, пытаться тянуть, 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 еще раз тянуть. Видите, как боятся игроки подкатывать точки. Стоят, что-то там сверху настреливают. Но я после захвата все равно к вам нагряну, друзья. Как вы бы не хотели... Ой, хотел бомбочку поставить не успел. Как бы вы не хотели гореть, вам все равно придется это делать, потому что моя жига хочет дамажить, хочет наносить урончик. И как можно больше этого урончика хочет наносить моя жига. Как вы видите, компактники тоже играют в данной катке. И это очень хорошо, что у нас есть компактные жиги. Ладно, друг, тебе я поставил самую замечательную бомбу, просто я уже не знаю, куда ее ставить. Я постоянно катаюсь и не могу найти зону, куда ее влепить, поэтому поставил данного молодому человеку. молот поедет на меня. Да, молодец, хорошо, хорошо едешь, красава, друг. Всего тебе хорошего. Гори. Я надеюсь, что тебя нагнут. А поэтому можно вот так вот просто с раскачечки хорошо на вас печки поджечь. Но второго можно и отсюда заехать, наверное, поджечь. А, они винки ставят. Хотят, чтобы я на них ехал. Дурачка нашли, что ли? Ты кого? Дурачка нашел здесь, друг? Я, конечно, тебя объеду и просто солью. Ты думаешь, друг, что у тебя здесь что-то получится? К сожалению, я так не думаю. Еще одного молодого человека подожгли. По опыту вообще просто великолепно все получается. Мне настолько кайфово сейчас разваливать эти кабины. Вы себе представить не можете. И надо захватывать еще точечку катку, потому что мы проигрываем. Надо пытаться, вот сейчас, главное, минус не упасть. Надо пытаться забирать вражескую башечку. Все башечка мы будем забирать на постоянной основе. Потому что после нее уже и можно будет выигрывать эту катку. Ох, как три танка. Сейчас быстро загорелось. Один из них точно сгорит, а второго изитка вылечила. Аптечка сама изида прожала, чтобы я ее не слил. Поэтому мы до сих пор контролим только одну точку. Ага, понял, принял, обработал. Хорошо. А вот так? Что вы скажете на это, молодые люди? Ничего вы не скажете. Моя бомба вас взорвет, а Жига сожвет. И точку наши тиммейты должны забирать. А если тиммейты забирают точку, то мы что делаем? Правильно, мы выигрываем. Давайте выигрывать катку. Я думаю, что здесь должно все получаться. Все должно складываться очень даже неплохо. Например, слить вот эту смоку. Поджечь. Ах, не успел поджечь. Сейчас бы еще эту арту бы поджег. Было бы просто супер. Но точки захватываем. Начинаем камбэкать. Начинаем камбэкать наконец-то эту катку. Вы видите то, что против играет Хори Вулкан. И он набирает чуть-чуть, чуть-чуть, совсем чуть-чуть больше опыта, чем я. Это значит, что жига моя находится просто в очень-очень-очень прекрасном и замечательном балансе. А вот это я не понял, что произошло. Я, конечно, все понимаю, но это меня минусануло моя же арта. Ладно, мешание меня сольет. Минута 30. Очень плохой минус, если честно, для таких таймингов. Лучше бы я бы, конечно, здесь минус не падал. А то мы сейчас еще эту катку если проиграем, то будет очень-очень плохо и очень неприятно. Так, этого артовода я подожгу. Сам поеду, наверное, на центр все же. А, вот аптечку поражал. Артовод минус упал. Но извини, друг, но точку надо контролировать. А, бомба, понял. Просто мою бомбочку берут и выключают. Можно и так сделать, конечно. Я знаю, что мою бомбу можно выключать на этих лучших хантерах. Но, я-то приду еще раз к вам, друзья, и буду забирать вашу точку еще разочек. Пока вы забираете мою точку, я забираю вашу точку. Я так, катку выигрываю. Мне это всего лишь контролировать надо. И у меня тогда уже все хорошо будет. 29 секунд до конца. Вторую точку мы теряем, к сожалению. Надо забирать хотя бы что-то. Хотя бы что-то сейчас прямо надо забирать. Иначе все это может очень плохо закончиться. Противник падает минус. Хорошо. Мишаня. Мишаня на фул кд. Мишаня получает дэмэдж. Мишаня горит. Мишаня помрет. А мы что сделаем? Мы выиграем катку. Отлично. Отлично все сложилось. Отлично все получилось. Я честно говоря очень-очень даже рад и очень даже доволен то, что мы все же этот бой здесь выиграли. Как-то так, друзья. Как-то так. Если у вас есть жига с компактными баллонами и вы до сих пор на ней не катали. Настоятельно рекомендую после данного видеоролика одеть ее. Зайти в матчмейкинг. И просто кайфануть. Просто кайфануть. Возьмите какой-нибудь легкий корпус. Можете даже, конечно, и харька, конечно, взять. Но на харьке как-то не то. Да, то есть как бы там овердрайв есть. По сути овердрайв сейчас с этой жигой вообще не нужен. То есть на вас при более даже приятно, более удобно. Использовать викинг тоже можно. Можно использовать хантер. Хантера жига, кстати, будет смотреться очень прекрасно на каком-нибудь регби. Если вы там будете поджигать большое количество танков, то будет смотреться очень даже неплохо. Пишите в комментариях, друзья, обязательно под этим видеороликом какое сочетание вы хотите видеть в следующем видосе. Не забывайте прожимать лайк. Как только на данном видосе набирается 150-очка, сразу же следующий замечательный видеоролик игровой у нас выходит. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.